Улица Скифская, 6А, отель 7 Адмиралов. Это первая линия, дорогие друзья. Мы уже находимся на море, на самом пляже. И сегодня вы посмотрите отель, в котором есть два бассейна. Один на улице, один крытый, своя сауна, бильярдная, теннисный корт. Наверху зона отдыха шикарнейшая. И там с ног сшибательная зона с видом на море. Для честного восхищения, очень красиво, интересно. И теперь давайте же начнем этот великолепный обзор с самого сердца поселка. Видите, город Курорт-Анапа. Вы не подумайте, я не соврал. Вот он пляж, вот он отель 7 Адмиралов. Все максимально близко расположено. Все начинается с входа. Здесь по парковке. Рядочком находится парковка под видеонаблюдением. Платная, 350 рублей, как дополнительная опция. Улица Скифская, 6А. Вот такая красивейшая надпись. И заходим посмотреть на всю эту концепцию, которая здесь и есть, дорогие друзья. Нас встречают на входе сразу же это бассейн. Бассейн 27,5 градусов. Я только что его сам замерил. Есть с левой стороны зона отдыха, в которой можно расположиться в аэрарии на лежачках. Также есть, друзья, ногомоечка. После пляжика пришли. И отсюда даже можно считать, как будто вы отдыхаете на море. Видите, наши дюны и море видно. В общем, это зона, которая встречает вас с этой стороны. И с правой стороны есть бар. В баре вы можете послушать музычку веселую, классную. Есть комфортные столики. Есть наборы разнообразных напитков. Ну, а также мороженое для детей. И другие разнообразные закуски и вкусняшки. Стоимость, допустим, за коктейль 130 за пол-литра. Пожалуйста, всем стало интересно, сколько температуры водички. Мы замерили еще раз. То есть 27,6. Далее вся инфраструктура отеля находится уже внутри. Заходим в отель. Рецепшн. Есть пандус как здесь, так и там. И мы открываем двери. Всем адмиралов, друзья. Мы заходим на рецепшн. Очень большой, очень красиво оформлен. Есть места, где отдохнуть. А также меня, в первую очередь, привлекли внимание портреты наших российских адмиралов. По которым можно изучать, в принципе, историю. С левой стороны есть зона отдыха. Видите, детки сейчас здесь сидят, ждут своих родителей. Есть массажное кресло. Кулер с водичкой, вдруг, если вы захотите попить. И, конечно же, вас встречает приветливый персонал. Здравствуйте, дорогие гости. Рада вас приветствовать в отеле «Семь адмиралов». Приезжайте к нам. Вот все контакты, друзья, напрямую, как всегда, можете увидеть. А также можно отсюда озвучить. О том, что здесь 5 приемов пищи. Есть завтрак. Есть снэк-бар между завтраком и обедом. И снэк-бар между обедом и ужином. Здесь оставляют свои отзывы об отдыхе. Детки рисуют свои рисуночки. В отеле имеется свой лифт. Он такой довольно-таки большой. Помещается много людей. И также на каждом этаже очень много разнообразных картин. Здесь именно морской тематики. Вот, смотрите, с детками занимается аниматор. Есть специальная такая детская комната с игрушечками. Можно порисовать, поиграться, телевизор посмотреть. Дети играют. Загадывают что-то и отгадывают. Если вдруг у вас маленькие дети, вам предоставят колясочку на прокат. В цокольном этаже есть теннисный стол. Также имеется бильярдная. Это как доп. услуга. 300 рублей стоимость часа. Есть нужный инвентарь. И очень-очень-очень много места. С часу до четырех есть возможность воспользоваться спа-процедурами. То есть это баня, крытый бассейн. Там видите, что есть души дополнительные. Бассейн выглядит вот так вот. Если в плохую погоду, хоть и какая плохая погода летом, вы можете пойти плавать и попариться в банке. Сейчас уже этот комплекс запускается. У нас пол первого. Ух, тут уже большущая температура. Парилка огромнейшая. Все очень чистое и красивое. А также есть своя зона отдыха. Можете увидеть большой стол. Лавочки с левой и с правой стороны. Это все приготовлено бесплатно для гостей, которые сейчас сюда придут отдыхать. Очень красивое оформление комнаты. Есть термопод для того, чтобы можно было попить чаечко. Чай тоже предоставляется, заварят вам и наслаждайтесь. И, конечно же, корабельная тематика здесь присутствует. Если вы наберете каких-нибудь вкусняшечек, то есть посуда для них. Если вдруг вы захотите снять баньку для того, чтобы попариться со своей компанией, то стоимость будет 1500 час, минимум 3 часа. Количество людей для комфортного там отдыха 10 человек. И час бильярда в подарок. Хотелось бы отметить, что вы не забывайте, что все-таки с часу до 4 это бесплатное посещение для всех гостей, кто изъявит желание. Сейчас можно услышать, как работает лифт. Это тоже очень важно. Тихо, хорошо, ничего не скрипит. Мы приехали сейчас на шестой этаж, друзья. И здесь находится вообще великолепная зона отдыха. Я вам хочу ее полностью показать, как она выглядит. То есть вы сюда приходите. Здесь вот ребята сейчас настраивают музыкальную аппаратуру. Здесь есть детские и взрослые анимации. Мы аниматоров спросим. Они нам расскажут, какие конкурсы проводятся. И очень много места для вашего отдыха. Когда все зашел, так вау. Прикольно смотрится. Имеется свой бар, на котором вы можете заказать разные напитки. Также есть паровые коктейли. Он стоит на заднем фоне. Буквально на днях сейчас сюда привезут уже, установят профессиональную кофейную машину. И будет запущена линия суши. Ценечки на коктейле можете увидеть. Показать, как красиво оформит санузел. То есть подсветочки все такие архитектурные. Заходите. Не просто так, как говорится. Он у нас есть и все. Чтобы вам было красиво и комфортно. И это вторая сторона бара. Но здесь надо еще отметить тот момент, что вы здесь отдыхаете и с видом на море, друзья. То есть великолепная голубая линия горизонта. А вечером самые шикарные закаты, которые только могут быть. Но это еще не все. Здесь также происходят разнообразные мастер-классы по занятию с вашими детками. То есть вы сидите, отдыхаете взрослыми компаниями. Расслабляетесь. Проводится у вас взрослая анимация. А дети ваши спокойно себе занимаются, рисуют что-то. И у них для этого есть специально отведенное место. С телевизором. Тоже стол, стулья. И вот здесь с ними работает аниматор. Сейчас с детьми, которыми остались в отеле, анимация идет на первом этаже. Поэтому здесь пусто. Всем доброго времени суток. Меня зовут Алексей. И я рад вас поприветствовать у нас в службе анимации нашего любимого отеля «Семь адмиралов». Я здесь вам готов пообещать хорошую взрослую программу. Мазгабони, литрбол, соревнования по бильярду, по настольному теннису, алкогольные шахматы. Привет. Меня зовут Венера. Я провожу различные программы и для взрослых, и для детей. Про полушарная живопись, винопись, мастер-классы для детей и для взрослых. Пространство, как видите, позволяет. Посмотрите, помимо того, что есть такая зона отдыха, есть возможность выйти на террасу. От вида с этой террасы я был просто в восторге. Здесь центральный пляж Витязева, пляж Эквамарин, пляж на улице Мира, а также все остальные пляжи Витязева, вподь до Боговещенской. Кстати, вчера прошу, где я был, я был вон там. Вот отсюда это все видно, это все как на ладони. Невероятная красота. Можно даже просто купаться в бассейне, ходить, отдыхать на море, получать максимум удовольствия. И как красиво выглядят наши дюны. Есть вот такие столики вот сюда, вот с этими паровыми коктейлями вы можете выйти. Также вот такие места для отдыха покачаться и наслаждаться морем, Анапой, закатом. Я вам завидую. Ну а теперь, я думаю, что пора посмотреть, друзья, питание. Смотрите, какое крутое шампанское. Это подарок на день рождения. Пойдем. Днем рождения! Мы с вами сейчас посмотрим шведскую линию раздачи. Одного из приемов пищи это у нас обед. Начинается все. Здесь люди берут тарелочки, вилочки. Также есть хлеб на борт накладывают. Есть кофе машина и напитки. Можно просто водички набрать, а можно лимонад такой крафтовый. Есть очень много разнообразных сладостей. Выбор просто невероятный. Вот он горчица, аджика, кабачковый экран. То есть очень много всего, чем можно разнообразить вашу пищу. Даже водоросли есть. Вот и что там прям аж кушать хочется. Дальше идет набор первых. Здесь щит розового. Куриный бульон. И суп лапша куриная. Есть вот помидорки. Можно прочитать. Здесь салат грибной. Сель под шубой. Салат весенний. Картофель запеченный. Макароны, рис, социны из цыплят. Рыба с помидорами и голубцы. С левой стороны идет набор напитков. Можно выбрать. У нас идет разлив напитков с 11 утра до 8 вечера. С перерывами между рационами. У нас в ассортименте пиво светлое, пиво нефильтрованное, шампанское. Вино красное, белое, сухие, полусладкие. Также соки постоянно меняются. Каждый день ставим, добавляем что-то новое. Не используем пластиковую посуду, работаем только со стеклом. Это у нас первый зал. Видите, с картинами красивыми. Есть еще второй зал. Везде есть кондиционер, есть возможность телевизора и очень много разнообразных картин. Как видите, гостей сейчас отдыхает много. Загрузка примерно 80-90%. Востребована и популярна. Снэк-бар у нас проходит перерывами между основными рационами. После завтрака идет легкий перекус. В него входят напитки, легкие закуски, пицца и сладости с фруктами для детей. Творожная масса в ассортименте, сухие завтраки, молочная продукция, сосиски в тесте и всякие сладости, тортики, конфетки и прочее, прочее, прочее. Уделяя внимание безопасности, здесь пожарные, есть огнетушители, есть аптечка, также разнообразные картины. Здесь очень красиво лестницы тоже присутствуют, помимо лифта. План эвакуации и пожарная сигнализация. На этажах имеются кулера, мусорочки, также имеются гладильные доски с утюгом, детские кроватки, также огнетушитель и пожарная лестница. Смотрим, двухкомнатный номер, рассчитанный на 5 человек. Вход у нас осуществляется по карточкам. Вставляем, включается освещение, то есть как в лучших домах Парижа у нас все сделано. Встречает у нас прихожая, в ней есть как внешнее место для хранения, так и внутреннее. Наполнение номеров, во всех есть фен, щетка для одежды, плечики, тапочки. Имеется зеркало, полный рост для того, чтобы себя оглядеть. Далее заходим в номер, здесь первая комната, она проходная, имеется двухспальная кровать с головем, с бра и тумбочками. Также есть вот такой вот столик, в котором стоит холодильник, телевизор и сплит-система. С этого номера есть выход на балкон, холодильник выглядит вот так. Из номера есть возможность позвонить на рецепшн и набор посуды. Далее из этой комнаты мы проходим в следующий номер. Хочу отметить здесь высоту потолков, она очень большая. Над шкафом вы можете увидеть, как это выглядит. И здесь место расположения до трех человек. Двуспальная кровать и односпальная кровать. Возле каждой прикроватная тумбочка, два бра и здесь есть регулировка температуры в комнате. Также в каждом номере имеется сейф. В второй комнате мы также имеем возможность выйти на балкон. Балкон здесь сдвоенный, поэтому покажем его отсюда. Выходим. Здесь у нас есть место, куда повесить ваши вещи. И со всех балконов видно море. Имеется стол, два стула, имеется свой собственный санузел. Наполнение у него это раковина. Все мыльные принадлежности, это щетки, наборы гелий, мыльцы. Все, что вам только понадобится. Есть чем попшикать. Есть полотенце для ног, коврик, тазик. Есть куда повесить ваши вещи. Ну и дышевая зона довольно-таки большая. Стоимость размещения в этом номере 13 тысяч в сутки с питанием на пятерых человек. Посмотрим номер. Здесь трехместное размещение. Есть, открываем дверку. С левой стороны у нас шкаф. Вставляем карточку. Включается освещение. Осматриваемся. С левой стороны есть зеркало, куда повесить ваши вещи. Нужные вам карточки. Наполнение шкафа. Это дополнительное одеяло. Есть сейф, плечики, фен, щетка для одежды, тапочки. Заходим в номер. Двуспальная кровать. Две прикроватные тумбочки. Бра. С левой стороны имеется спецсистема, телевизор, стол. На столе набор посуды, телефон, чтобы позвонить на ресепшн. И холодильник. Кресло здесь раскладывается в полноценное спальное место. Выходим с вами на балкон. Два стула. Место, где посушить вещи. Стол и вид на море. Балковое размещение балконов позволяет каждого балкончика видеть морюшко. Музы в номерах идентичны. Наполнение это раковина, зеркало, мыльные принадлежности, щетка. Есть полотенце для ног, коврик, тазик, место, куда повесить ваши вещи и душевая зона. Стоимость размещения на троих 7900 рублей. Сейчас мы с вами посмотрим трехкомнатные апартаменты. Размещением до 8 человек. Заходим. Здесь у нас гостиная. Сразу имеется набор разнообразной мебели. С правой стороны у нас расположено место, куда повесить ваши вещи. Наполнение это диван, два кресла, стол. Есть обеденный стол, чайник и холодильник. Здесь он большой, так как размещение до 8 человек. И им где-то все надо это хранить. В этой комнате имеется телевизор, сплит-система. Ну и она у нас с панорамным видом. Мы видим, у нас шикарный на бассейн. Это все парты именно так выглядят. И туда даже на море. Будем смотреть сегодня против часовой стрелки. Мне так как-то проще будет прогуливаться. Открываем. Эту дверь здесь открывается. Комната у нас, двухместная кровать, две прикроватные тумбочки. Место для хранения, своя сплит-система. Полный шкаф, это плечики, тапочки. Еще одна комната, она находится напротив предыдущей спальни. Здесь двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Уже у нас она подготовлена под заезд. Есть стул, шкаф, сплит-система, выход на балкон. Место для хранения выглядит вот так. Тапочки, плечики. Редкость двери с доводчиками не стучат. Выходим на балкон. Здесь у нас имеется место, где посушить вещи, стул и два стола. И еще одна спальня. Это еще апартаменты. Настолько много человек. Здесь у нас двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки, бра, есть плит-система, шкаф и тоже панорамное остекление, как в предыдущем номере. Здесь у нас шикарный вид на наши пляжи и видно также бассейн. Окна вы видели, что он стонированный. То есть солнце так сильно не проникает. Если надо, шторки задвинуты. Это как блокаут. Здесь наполнение шкафа. Это сейф, плечики, тапочки. Имеется свой санузел. Здесь душевая кабинка с дверкой, есть полотенце для ног, вот коврик там постелен. Здесь, чтобы постелить, унитаз, туалетная бумага, тазик и вот такая раковинище, красивейшее зеркало и набор мыльных принадлежностей. Стоимость проживания в этих апартаментах на 8 человек с питанием 18800 рублей на сегодняшний момент. Сейчас отправимся на пляж, хотя мы уже находимся на пляже. Хочется сказать про анимацию, что на пляже также проводят разнообразные активности. Волейбол, там какие-то другие игры, и за все ребята выдают разнообразные призы. Можете увидеть, что анимация идет полностью в течение всего дня. Еще набрал себе на покушать. Значит, я начал есть, понял, что я снял для телеграмм, для вас нет. Помидорки с соусом так-так, здесь селедка под шубой, соленья разнообразные, голубцы, картошечка и кабачковая грана. Ну, а также кофеечек. Удачи, объясню вам. Приятного аппетита мне. Я как-то пытаюсь еще рассказывать про еду. Щи мне очень понравились, очень вкусные. Помидорчик с кремом, с этим соусом и оливочкой очень тоже великолепно. Я хочу похвалить поваром. Очень вкусное соленье, очень понравилось мне. Селедка под шубой, ну, прям вот облизал тарелки. Сейчас вот попробую картошечку. Классно, честно. Очень вкусная, приятная пища. Голубец попробует. Молодцы, мне прям нравится. Питание, тем более, разнообразное, выбор большой. Мне хватило всего и все блюда, которые я взял. Вкусовые характеристики великолепны. Постоянно приезжают все новые, новые гости. Идет заселение. Девочки работают. Ну, а нам пора с вами отправляться уже на моря. Дорогие друзья, осталось, наверное, показать, сколько идти до пляжа. Вот отель. Мы поворачиваемся. Вот пляж. Мы пришли. Ребята, я вас всех поздравляю. Вы смогли, вы добрались. Ну, здесь по пляжной территории придется еще немножечко пройти. Конечно, такие парковки уровень бок меня вообще прям радуют в этом мире. Здесь я могу сказать, что поубирали все нужные и ненужные вещи, которые здесь были. Сделали прямой настил. То есть сейчас прогуливаться здесь довольно-таки комфортно и удобно. Номера не местные. То есть можно заезжать. Ну, полиция бы заинтересовалась. Вот хорошо этими транспортными средствами. Показывать какую-то инфраструктуру дополнительно к этому месту отдыха, я думаю, особо не стоит. Почему? Потому что там, в принципе, все уже есть в этом отеле. Я, честно, на самом деле рад, что у меня получилось прийти, снять для вас такой великолепный обзор. Наверное, одно из лучших, что случается, когда заходят к тебе отели с первой линии, где показываешь своим дорогим подписчикам, что есть и такой отдых. По ценникам можно долго спорить, но, допустим, в среднем, делая обзоры на столовую, там, обед, завтра, к ужин, выходит где-то нормального мужика большого, как я, там, по 500 рублей каждый прием пищи. Если вы поедите три раза в день, то потратите полторы. Здесь в среднем с человека выходит по 2,5, я так понимаю. Раскинул на номер. Кстати, я не знаю, зачем это записываю, но я просто хочу с вами поделиться. Проживание, я спрашиваю своих подписчиков отзывы, где они живут, сколько платят. Все говорят в среднем, сейчас ценник в данный момент 1000 рублей с человека. Уже получается 2,5, а здесь еще алкоголь включен, есть анимация постоянная. Хорошие места отдыха, одна вот верхняя площадка, чего стоит. Добавляем, если бы выходили еще там каждый день куда-то в ресторан, вас бы там развлекали, вы бы за это еще там сверху много-много чего платили. Ну, в общем, друзья, вот такой вот отдых здесь. Дорого-богато или, наоборот, нормальная цена. Тут, как говорится, скупой платят дважды. Здесь еще круче у нас, теперь по дюнам тут ребята катаются. Что круче, говорится, придумать? Ничего. С левой стороны есть душ, туалет. Тут понадобятся мусорочки, переодевалки. Все присутствует, все для вас. Можно пойти на правую территорию, там людей будет поменьше. Видите, вообще пустынные территории, либо по прямой. Такое ощущение, как будто, знаете, люди разъехались немножко. Может быть, из-за того, что у нас сейчас море прохладное. Потому что у всех бассейны, зачем вообще ходить на море. Температура воздуха сейчас 33,4 градуса показывает. То есть температура вполне себе хорошая, комфортная. Не сильно жарко, то есть не дает. Мне больше 33 уже прям припечатывает. Сейчас же комфортно. Есть батуты, есть бары на пляже, есть много-много людей. То есть все хорошо и прекрасно. Радует, что у нас инфраструктура добирается до наших пляжей. Эти мусорки, настилов много удобных. То есть становится такой более презентабельный отдых. И делать обзоры на наши пляжи все приятнее и приятнее. У нас осталось только достичь еще момента максимальной уборки там возраста и всего. И тогда будет идеальное море для вас круглый год. Лежаки здесь по 300 рублей, если не ошибаюсь. Можно взять в аренду, если вам надо. Если не надо, то отдыхайте. Просто вышли искупать. Хотя зачем вы, лежаки, пришли покупались и шли обратно в отель. Формат именно такой. Мы идем 3 минуты 32 секунды. Это по пляжным территориям. Знаете, сколько красивых девушек грустят без вас. Мужчины наши дорогие. Все. Ждем вас на отдыхе. Ой, там мужчины. Вообще труселят спустили. Это все на улице видно. И чистейшее море, друзья. Улица мира. Красота. Вопрос, конечно, почему так резко стало мало людей на пляже. Ну ладно. И хорошо. Как говорится, те, кто хотели отдыхать большими количествами народу, те, кто хотят сейчас отдыхают в малых количествах. Я всегда чуть-чуть в сторонку отхожу, чтобы показать и пляжную территорию. То, как здесь люди отдыхают. Вы все это увидели и прочувствовали со стороны. Ну и вот где-то здесь, на более свободных вообще территориях, мог с вами зайти уже в море. Люди кайфуют по полной программе. Загорают девочки красивые прям на матрасах. Дети охотятся на рыбок, медузок, крабиков. В общем, все, каждого свой отдых. 33,4 температуры воздуха и над морем. Водичка, по ощущениям, прохладная. Сейчас идет апвейлинг. Когда ветром сносит теплую воду с поверхности, уносит ее на глубину, на место нее приходит сюда холодная вода. То есть происходит такая смена воды. Это, наоборот, хорошо. Море очищается, и все прекрасно. Как есть, так и рассказываем вам и показываем. Мы же будем выбирать с вами самые красивые чистые места, для того, чтобы делать лучшую рекламу для наших курортов. Поэтому, друзья, остается вам только приехать и наслаждаться всем тем, что здесь происходит. Красивые девушки на матрасах, красивые дети вокруг нас. Температура воды, слушайте, поднялась. Сегодня с утра я в джемоте замерял. Было 18,9. Сейчас 22 пока держится, 22,4. Водоросли чуть-чуть присутствует, но, в принципе, море довольно-таки хорошее и комфортное. Все, как говорится, как вы любите. Если туда дальше пройти, там вообще можно найти безлюдные пляжи. То есть отдых на любой вкус и цвет. Кстати, очень долго ходили. Мы все там рассказывали. Мне очень интересно было пообщаться. Персонал очень общительный, очень приветливый. Всем огромнейший привет. Очень понравилась кухня. Честно, для меня прям вкусно. Бывает иногда, знаете, прям очень много специй. Там какая-то фигня полная. А бывает, как здесь, все в меру. Все очень классно. Вот по кухне я прям очень доволен. Ну, а алкогольные напитки не пробовал, так как за рулем не пью. Так что, друзья, всем огромнейший привет. Из поселка Витязева. 22,1 температура моря. В принципе, море потеплело. Что еще надо? Ну, а на контрасте вам может показаться холодно. Я вам советую, заходите потихонечку, наслаждайтесь переменной температуры тела медленно, потому что контраст воздуха и воды 12 градусов. И все контакты, координаты, ребят, все в названии, в описании. Бронируйте напрямую, отдыхайте. Приезжайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ КОНЕЦ